Народ, всем привет! Недавно ко мне приехала вот такая вот большая коробочка от компании BioSystems. У ребят свое собственное производство, поэтому в этом плане я их решил немного поддержать. Внутри у нас, друзья, находится биокамин. И сразу вам хочу сказать, что это не традиционный камин, о котором вы сейчас, скорее всего, подумали, но как предмет декора он тоже выглядит весьма интересно. Поэтому предлагаю сейчас все это дело распаковать, собрать и уже потом посмотреть в готовом виде. Так что не будем тянуть, погнали! Сборка камина производится без каких-либо сложностей. Главное все собирать по инструкции, которая идет в комплекте. Если коротко, то вам для начала необходимо собрать основание. Оно состоит из рогачей и деревянных дощечек. Далее нужно будет положить металлическую сеточку. А сверху можно будет установить, либо не устанавливать, это делается уже на ваш вкус, так называемую фальш-панель. Ну или по-другому подиум для топливного бака. После этого закручиваете минификсы отверткой, которая идет в комплекте. Далее устанавливаете посередине топливный бак и начинаете укладывать камушки. По принципу сначала крупные, а потом уже кладете те, что поменьше. И вот этот этап, он очень сильно похож на категорию товаров из антистресса. Ну потому что ты поначалу собираешь все потихонечку, помаленечку, как какую-нибудь мозаику. Ну а после того, как вы уже дошли до середины, чтобы ваши камни не высыпались, нужно установить два стекла. Ну а далее укомплектовать весь камин остатками камней. Как видите, друзья, после сборки камин, в принципе, уже смотрится вполне красиво. Именно поэтому его не обязательно прям постоянно поджигать. Но раз такая возможность тут есть, то почему бы и не попробовать. Но для начала я вам хочу рассказать следующее. Возможно, не всем людям нравится белый цвет, а кому-то он и вовсе не подходит под дизайн интерьера. Но вдруг у кого-то, например, дом в лофт-стиле, и белый цвет там будет вообще не в тему. Поэтому компания выпускает биокамины в разных цветовых решениях. При том, что цвета отличаются не только у основания, но еще и у самих камней, которые лежат внутри камина. Многие из вас сейчас, наверное, задаются вопросом, от чего горит этот камин, если тут одни камни? Где дрова? Друзья, тут на самом деле все очень просто. Здесь применяется вот такая вот специальная жидкость, которая так и называется топливо для биокамина. Купить ее можно на том же Валборис, и используя данный, так скажем, вид экологичного топлива, есть несколько фактов. Во-первых, у вас нет никакой гари и копоти, а во-вторых, нет никакого запаха. А это особенно важно. Итак, друзья, чтобы зажечь этот камин, нам нужно взять наше экологичное топливо, залить в топливный бак. Можно для начала немножко вот так вот, чисто, чтобы вам продемонстрировать. Далее мы берем, можем даже не торопиться, берем вот такую вот зажигалку с длинным носиком и просто поджигаем. Все, огонь есть. Теперь нам остается только лечь на диван, включить какой-нибудь, может быть, кинчик и сидеть наслаждаться уютной, теплой домашней атмосферой. Ну а еще лучше это сделать, например, без освещения, чтобы создать самый настоящий романтик. Алиса, выключи свет. Красота, да? Биокамин действительно смотрится очень стильно и красиво. В холодные дни подарит вам тепло и уют, а в теплые отлично дополнит интерьер вашей комнаты. Данный камин удобен тем, что является полностью переносным. То есть, сегодня вы можете поставить его в гостиной, завтра в спальне, послезавтра в своем личном кабинете, например, в офисе. А еще я видел, как некоторые люди ставят их на своей террасе у дома. И смотрится это просто потрясающе. Также я видел, как некоторые люди вместо топлива ставят вовнутрь маленькие свечки или кладут гирлянду. И смотрится это тоже по-своему красиво. Если у кого-то из вас появится желание приобрести такой биокамин для себя или кому-то на подарок, то ссылочку я оставлю внизу в описании под роликом, чтобы могли перейти и более детально с ним ознакомиться. А и да, кстати, у компаний часто проходят скидки, поэтому следите за ними в социальных сетях. Ну а у меня, друзья, на сегодня это все. С вами был, как всегда, Колян. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал, кто до сих пор еще не подписан. Вам не сложно, мне будет приятно. А ну и да, кстати, не забудьте подписаться на мой телеграм-канал. Там выходит много интересной и полезной информации. Всем вам желаю удачи, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok